Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Экоферма как школа для начинающего животновода. Супружеская пара из села Хилково учат гостей тонкостям ведения хозяйства и переработки сырья. Остатки сладки. Исконный смысл выражения, говорящий о постоянной нехватке еды, кенечеркасские аграрии легко бы оспорили. Такого хлеба на полях они давно не видели. И чем ближе к концу уборка, тем щедрее задаривают урожаем азимы. Пока средняя урожайность в районе 30-30 гектара. И показатели могут подняться. Сельчане обмолачивают сейчас лучшие поля. Мы получили на отдельных двух полях урожайность азимой пшеницы 60-20 и 59. Действительно, года 3-4 назад, когда губернатор сказал, что мы 15-20 собираем, а надо 35-40, я и сам не верил, что это возможно. А сегодня это как бы факт, и через это сами проходим. Рекордные баллы на полевом экзамене – это минимальный вклад природы и максимальный эффект от кропотливой работы с технологиями. Хозяйства не скупятся на элитные семена, берут за правило вносить минеральные удобрения. В Кенечеркасском районе, например, набирают обороты практика внесения на поля органических отходов от местной птицефабрики. Урожайность, говорят, поднимает на гора. Модернизация технопарка тоже в порядке вещей. Ведь каждое вложение отзывается солидной господдержкой. За пять лет АВПК региона направлено в общей сложности 50 миллиардов рублей. Год, все-таки, несмотря на его первоначальные признаки, неплохой для сельхозников. Урожайность высокая, хотя в этом плане есть определенные тоже сложности и вопросы. Но тем не менее, я считаю, что с задачей мы справимся, которую поставил Николай Иванович. И урожайность будет у нас хорошая, и сбор зерна будет тоже хорошей, воловка. Единственное, что тревожит сельчан – снижение цен на зерно. Недаром говорят, что у крестьян две беды – урожай и неурожай. Возможно, уже в ближайшее время произойдет стабилизация зернового рынка. Стоимость высококачественной пшеницы затормозит снижение, а дешевый фураж станет стимулом развития животноводческой отрасли. Душа хлебороба трепещет от того, что большой хлеб дешево стоит. Вот это. И не надо об этом умалчивать. Надо находить решение этого сложнейшего вопроса. Теперь главная задача аграриев – убрать яровые, зерновые и бобовые. Включая такие культуры, как горох и кукурузу, воловой сбор зерна в области может дойти до трех миллионов тонн. Летний променад у справных красавиц. Самое время размять косточки и намять бока. За рога не оттянешь от такой вольницы. Но и эта безмятежная пастьба на духмяных лугах всегда под ее чутким контролем. Гуляют не просто коровки, а смысл жизни. По хозяйске ласково, говорит Ульжанна Сингалиева. На них смотрю, я уже радуюсь. Я уже радуюсь. Они все здоровые, упитанные, кушают. Значит, дадут хорошо молоко. И у нас еще национальная особенность, наверное, казахи. Мы всю жизнь, как говорится, с животноводством. По приезду в село Хилково Ульжанна Сатаевна с мужем построили дом и сразу обзавелись скотинкой. Держали лошадей, трех коров, птицу. Но именно буренки стали кормилицами семьи. Создавали молочное хозяйство кропотливо. Пестовали каждого теленка. Серьезно развиться Сингалиевым помог грант по программе «Начинающий фермер». Государство помогло. Мы благодаря программе купили еще, увеличили свое поголовье. В этом году уже у нас 60 голов общего стада. Дойного 22. Еще в запуске есть коровок. Большой семье просторные хоромы. Каждый год на подворье Сингалиево прибавляется по важной хозяйской постройке. Вот этот вот сарай, он двухэтажный. На втором этаже у нас находится стеновал. Это вот как бы создает тепло. Зимой очень тепло здесь. Вот, помещение-то большое. Вот это мы построили своими силами. У нас был амбар вместе, рядом прям с животными. Это, конечно, очень плохо, потому что могут быки развязать, могут коровы. Вот для этого мы построили этот большой склад. Здесь вмещается 50-60 тонн зерна. С первых же дней на ферме Ульжан Сатаевны действует золотое правило. Во всем должна быть чистота и порядок. Дойка аппаратами, розлив молока в стерильных условиях. Это утрешний надой молока. Все сразу, бутылки вон покупаем, все новенькое, все сливаем утрешнее. Сегодня вот после обеда ее увезут, тоже магазины развезут. Крепкая ферма еще и своего рода школа, где каждый желающий может научиться тонкостям ведения хозяйства. Проект Ульжан стал лучшим на областном конкурсе по развитию агротуризма. Гостей ждет погружение во все натуральное. Уход за скотинкой, релакс в уютном доме, обучение премудростям переработки и, конечно, сама дегустация. Многие приезжают, хотят научиться, посмотреть, как это происходит, как перерабатывается, как подойти к ним, с какой стороны, как этот аппарат подключить, как сепарируется молоко, как перерабатывается из сливок, получается масло, как получается топленое масло. Многие потому что не знают это. Вот они видят на витрине, а как на самом деле это происходит, это они не знают. И Сингалиевы сами всегда учатся новому и полны свежих идей. К следующему году Ульжан планирует производить йогурты для гостей чемпионата мира по футболу. Самое же сокровенное – увеличить поголовье и расширить ферму.